Дома тормолок, вот он лед лежит, видно, вот там вот под крышей, он тает, течет по стенам. Это главная проблема дома 63 по улице Вознесенской. Крыша, которая после капитального ремонта осталась практически без изменений, если не стала еще хуже. Например, на последнем этаже стали протекать все квартиры. Постоянно течет крыша, как и сказали, не во время дождя, а когда образуется большой слой снега, там лед и начинает течь. Течет всегда. Дом хороший, теплый, вот такой ширины у нас стены. Вот все течет только на эту стену. Произошла такая ситуация, по словам жильцов, из-за того, что дом нужно было сдать в срок. Капитальный ремонт начинала другая бригада еще в мае. Тогда работы выполнили без всяких замечаний, но только часть. Вскоре ремонт затянулся из-за задержек с поставкой материалов. Первую бригаду сняли, а взамен им поставили другую. Ремонт продолжился 29 декабря, в последний рабочий день прошлого года. Рабочие, по словам местных жителей, и не скрывали своих намерений. Мотивировали они вот такое рвение к работе только тем, чтобы подписать акт выполненных работ, закрыть, смет или как это называется, чтобы получить деньги. По словам жильцов, о качестве работ не особо задумывались. Так, например, устанавливать ограждение на крышу в таких погодных условиях нельзя. Однако бригада все равно начала работу. Представляете, управляющая организация может нас просто бросить, потому что РСО один сделал такой ремонт, что управляющая организация не хочет после этого ремонтировать наш дом. Не доделки этого РСО. Все стало еще интереснее, когда появился представитель субподрядной организации «Сервис-16». Мужчина сообщил, что он юрист. Вот только после начал работать не хуже самих строителей. Жильцы рассказали, что он несколько раз ударил кувалдой по трубе канализации, которой 70 лет, как и самому дому. Со старой трубы посыпалась окалина и засорила стояк канализации. Аварийная служба прочистить стояк не смогла. В результате все пять праздничных дней, вплоть до сегодняшнего дня, жильцы, собственники квартир по этому стояку, лишены канализации и водоснабжения и носят воду из соседних квартир. Проблема еще и в том, что обратиться хоть в какое-то ведомство жильцам было практически невозможно. Все были заняты предновогодними хлопотами. Сейчас вопрос этот поднимают вновь. Направлено несколько жалоб в различные инстанции, в том числе и в фонд капитального ремонта. Мы будем следить за развитием событий. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания, город.